Корень зла – это страна, которая является агрессором. Я думаю, что украинский зритель должен всегда спросить, а что спровоцировало вторжение России в Донбасс и Луганск? А что спровоцировало референдум в Крыму? Вот все то же самое происходит и в Грузии. А что вообще, в чем проблема? Грузия же независимое, демократическое государство. Мы знаем, что КГБ – это очень мощная организация. Там работала большая группа психологов, которая очень хорошо изучила, что действует на психику грузинов. И поэтому вот такого типа пропаганда была выдумана и направлена специально на то, чтобы обвинить во всем грузинский народ. Добрый день, дорогие друзья! Я имею честь представить нашего сегодняшнего гостя. Это Нино Накашидзе, заместитель генерального директора оппозиционного главного канала в Грузии «Мтавариархи» и бывший посол Грузии в Чехии. Добрый день, Нино! Добрый день! К сожалению, день у нас не очень добрый. И те события, которые на данный момент развиваются в Грузии, не предвещают ничего хорошего. Поэтому я думаю, что грузинскому народу надо мобилизоваться и вновь вести борьбу за демократизацию и европеизацию страны против очень дурного влияния нашего северного соседа. Нино, вот такой у меня вопрос и такая просьба. Я помню, как в 2022 году, прямо накануне полномасштабного вторжения России в Украину, был задержан Германией Гиги Каландадзе, генерал грузинской армии, который воевал в Украине, он был задержан в Берлине. И вот по этому поводу я решила сделать интервью с одним берлинским деятелем в уверенности, что человек вообще в теме, в контексте. Но я поняла, что люди вообще ничего зачастую не понимают, что мы с тобой давно в этом варимся, давно в этом соку, и для нас все очевидно. Но, например, для него, такого прекраснодушного человека, деятеля политического, он говорит, а что вообще, в чем проблема? Грузия же независимое демократическое государство. В чем вообще проблема? Давай постараемся объяснить людям, которые мало что понимают, просто что-то слышали, много инсинуаций, много вбросов. Нас смотрят люди из Украины, что тоже очень важно. Что сегодня происходит в Грузии и в чем проблема, Нино? К сожалению, мы все продолжаем ходить по одному и тому же кругу. Продолжается попытка России опять-таки установить сферу своего влияния на этой территории. И, к сожалению, то правительство, которое сегодня в Грузии, является марионеткой России и Кремля и выполняет все порученные задания. Надо сказать, что еще в прошлом году, в марте, была попытка ввести закон об инагентах, который, как мы знаем, в России в свое время был введен, и так на него никто серьезно не обратил внимания. А последствия этого закона сегодня в России привели к тому, что мыслящая часть интеллигенции и творческая часть России, все они покинули территорию своей страны. Поэтому тогда же, в марте прошлого года, население Грузии выразило свой протест, причем очень массово, настолько массово, что правительство испугалось и уже принятый в первом прочтении закон отозвало обратно. При этом дало слово правительству и населению Грузии, и международным структурам, что этот закон они больше не будут вносить в повестку дня. И вот год спустя все тот же закон, только под другим названием, это уже о прозрачности иностранного влияния, а практически тот же закон о инагентах, текст закона не поменяли, они опять-таки вынесли на повестку дня, и причем заявили, что на этот раз они лучше подготовлены к тому, чтобы провести эту линию и принять этот закон. Но самое интересное и на то, что позавчера организовало правительство оркестрированный контр-митинг против основного населения Грузии, которые протестуют против принятия этого закона, и на этом митинге выступил Бедзина Иванишвили, и наконец-то все маски были сняты, и Бедзина Иванишвили прямым текстом заявил, что Европа для нас не указ. Поэтому это был день, когда Грузия, в общем-то, заявила о смене вектора своего международного направления и политики. Поэтому вчера массовый митинг был, причем, ну, согласно подсчетам, для Грузии это очень большое количество митингующих, и в основном только Тбилиси принимал участие, это было свыше 120 тысяч человек, которые правительство Грузии с применением избыточной силы разогнало, причем есть пострадавшие, так, например, председатель главной оппозиционной партии национального движения избит так, что его невозможно узнать, у него выбиты зубы, огромный синяк на глазу, перебит нос, и так далее, и тому подобное. Избили также американского юриста Теда Джонаса, который сделал анализ, сравнение американского закона ФАРа и закона, который грузинское правительство пытается принять. Были использованы слезоточивый газ, водометы, и несмотря на то, что эти молодые люди, которых мы называем поколение Джен-Зи, так сказать, абсолютно с чистыми намерениями, с чистыми руками, были атакованы, наглотались газа, отходили назад, и потом возвращались обратно. Полиция не смогла разогнать митинг. Причем были использованы и спецнаб, специального назначения отряд, и робокопы. И несмотря на это, молодежь продолжала наступать в сторону парламента. И с одним только требованием отозвать закон о прозрачности иностранного влияния. Поэтому население Грузии, народ Грузии настроен по-боевому. Молодежь говорит, что они не хотят жить в России, и они хотят европейского будущего для своей страны, а правительство продолжает утверждать, что это не русский закон, а американский закон, закон по подобию американского закона Фара. Ну, что, конечно, не является правдой. И одним из показателей того, что этот закон действительно ведет нас в Россию, является реакция на принятие этого закона. Мы знаем, что Евросоюз осуждает принятие закона, государственный департамент Соединенных Штатов осуждает принятие закона, зато этот закон очень нравится господину Лаврову и Дугину, что можно приводить нас к логическому заключению, в чью сторону дует ветер и кому принятие этого закона выгодно. А почему оно выгодно перед выборами? Это возможность избавиться от всех неправительственных организаций, которые обычно делают наблюдение во время выборов. Это возможность избавиться от критически настроенных СМИ, и это возможность сфальсифицировать результаты выборов так, чтобы грузинская мечта вновь пришла к власти. Скорее всего, осталось бы у власти. Нино, ты была послом Грузии в Чехии, когда в Грузии президентом был Михаил Сякашвили, то есть ты была в его команде фактически. Я была в 9-13 годах. Каково сегодня состояние Михаила Сякашвили, который находится в заточении, который является личным узником Путина. И сразу же давай второй вопрос, поскольку Ника Гварамия тоже отбыл такое количество времени в тюрьме, тоже по политическим совершенно мотивам. Сейчас оказывается ли давление на твою команду, команду Михаила Сякашвили, команду Ники Гварами, на ваш канал, вообще на команду оппозиционных людей? Давление оказывается на всех, только разными методами. Кого-то запугивают, кого-то подкупают, на кого-то какие-то организации лишают доходов, то есть финансово пытаются их уничтожить, и это все делается очень спокойно, целенаправленно, недаром кличкой Бедина Иванишвили в Москве была кличка анаконда, или удав, то есть говорили, что он очень целенаправленно следует своему плану. Что касается Михаила Саакашвили, ну практически он опять находится в больнице, состояние его здоровья не могу сказать, что значительно, но немножко улучшилось, и он включился в политическую борьбу с больницей. Он присутствует уже на заседаниях, на слушаниях по его делу, и оттуда делает политические заявления. Что касается Ники Гварами, чтобы не было претензий к нему и к нашему телевидению, он передал свои акции, он более не является учредителем телевидения, и соединился с Никой Мелия, и у них сейчас новое движение политическое, которое так и называется новое, которое объединяет уже новые лица молодых людей, профессионалов. Это люди, которые никогда не занимались в общем-то политикой, но хотят лучшего будущего для своей страны. Но мы надеемся, что население Грузии, народ Грузии мобилизуется, и несмотря на то, что будут дикие попытки сфальсифицировать результаты выборов, мы сможем избавиться от этой чумы в лице Бедзины Иванишвили, которая пытается затащить нас обратно в Советский Союз. Я желаю вам всем, вашей команде стойкости, выдержки. Ну смотри, вы находитесь в Грузии, и вы сталкиваетесь с этими проблемами каждый день, каждый час, ночью вы не спите, сейчас решаете эти все ужасные проблемы, а мы здесь на Западе мониторим вообще ситуацию глобальную. И вот если, допустим, есть такие люди прекрасные, как Анна Фатыга, которая просто годами посвящала свою жизнь тому, чтобы Грузия была свободна, чтобы она была в Европе, состояние Михаила Саакашвили, она боролась за то, чтобы Нику ворами выпустили. Есть такие люди, как Рафаэль Глюксман, есть такие люди, как Наталья Фогель, но это единицы, а в основном идет такая инерция, инерция каких-то вбросов, над которыми очень сильно поработала Россия. И не только сейчас, но на протяжении, я не знаю, всего этого времени, с 91-го года. И смотри, что сегодня происходит. Сегодня наметилась тенденция, которую мало кто заметил. Я поймала за руку несколько людей, которые стали вбрасывать абсолютно московские нарративы. И не только делают это на своих каналах, но и делают это для украинской аудитории. То есть, этих профессионалов приглашают на украинские каналы, и они там вбрасывают эти просто страшные фейки КГБ. Недавно мы поймали за руку Игоря Яковенко, который просто достал такую пыльную папку известных нам с тобой просто как, я не знаю, отче наш, эти все фейки, с которыми мы годами боремся. И вдруг сказал так, вот заявил, что вот в газете от мая 89-го года литературу Лисакхартфелло, вот я вижу цитату, там написано «Звякдам Сахурдия» сказал, что осетины слишком быстро размножаются. И поэтому я вот делаю вывод, что он, что Звякдам Сахурдия нацист. И он это распространяет везде и для украинской аудитории. Мы этого человека поймали за руку, сделали опровержение, показали эту газету, что там этого нет. Он сказал, да, я ошибся. То есть он даже не отрефлексировал, человек не понял, что он чего-то не знает. Он утверждает, что он не знает вообще, что было тогда в Грузии, он не знает творчества Звякдам Сахурдия. Он знает, что 90% граждан Грузии, в том числе я, избрал его президенты, но это была ошибка, он говорит. То есть вот скажи, пожалуйста, для того, чтобы наши зрители поняли, что нет для граждан Грузии как бы вот вопроса или-или. или Михаил Саакашвили, а если нет, то значит Звякдам Сахурдия. Это такое противостояние. Скажи, что это не так. Скажи, что граждане Грузии относятся как к великим президентам, героям Грузии и к Звякдам Сахурдия, и к Михаилу Саакашвили в соответствующие периоды, которые боролись против России за независимость Грузии. Ино, дело в том, что Изви от Гамс Сахурдия и Михаил Саакашвили являлись объектами пропаганды российской, которая, к сожалению, работала. И вот эти восприятия этих двух человек, непроискажённое, являются результатом вот этого нарратива русского КГБ, которое распространяли. Я могу с полной ответственностью сказать, что Изви от Гамс Сахурдия и Михаил Саакашвили сделали очень много для независимости Грузии. Но, к сожалению, сегодня опять-таки пытается Бедзина Иванишвили использовать Михаила Саакашвили как, так сказать, пугало. А пугают тем, что вот Миша придёт и Россия начнёт с нами войну. И вот этот закон они пытаются как-то оформить так, что вот это для нас единственное спасение, чтобы с Россией наладить отношения. Ещё раз хочу сказать, тут разговор уже идёт не о том, кто будет уласть Миша и Лебедина. Тут разговор идёт о нашей ориентации. Это будет Россия или это будут западные структуры. К сожалению, на сегодняшний день, несмотря на то, что, вспомним, когда было последнее слово у Михаила Саакашвили в ООН, он тогда предупреждал, что русские начнут раздавать российские паспорта в Крыму, что обязательно отнимут Крым у Украины, что обязательно начнут войну в Украине, но, к сожалению, никто к этим словам не прислушался. не было у Запада соответствующей реакции после войны в Грузии, не было соответствующей реакции в 2014 году, когда Донбасс и Луганск были, так сказать, эти вопросы поднялись, не было никакой реакции на то, что Россия практически отобрала Крым и Украину. И вот отсутствие вот этой реакции Запада сегодня вылилось в то, что Россия безнаказанно напала на независимую Украину и начала там неправомерную войну. Поэтому прислушиваться надо сердцем к своим президентам и не принимать в учет то, что мы уже знаем, как распространяет КГБ, пропаганда КГБ и российские власти. Причем они тратят неимоверно большие деньги на это и к сожалению пропаганда работает. Еще, пожалуйста, на один вопрос ответ для наших украинских зрителей, потому что у нас большая аудитория украинская, которая сейчас находится в недоумении, что происходит. То есть вот эти пропагандисты новые со старыми фейками, они утверждают, что поскольку Звиад Гамсахурди издал такой указ, который позволил парламенту принять такой-то закон по Самачаблу, вот сейчас поэтому Путин и оккупировал Самачаблу. То есть не Россия виновата, не Москва стоит за оккупацией Самачаблу, а президент Звиад Гамсахурди. Опроверь мне, пожалуйста, именно для украинских зрителей вот эту ложь. А я думаю, что украинский зритель должен себя спросить, а что спровоцировало вторжение России в Донбасс и Луганск, а что спровоцировало референдум в Крыму. Вот все то же самое происходит и в Грузии. Мы знаем, что КГБ это очень мощная организация, там работала большая группа психологов, которая очень хорошо изучила, что действует на психику грузинов, и поэтому вот такого типа пропаганда была выдумана и направлена специально на то, чтобы объединить во всем грузинский народ. Мы знаем, что вот эти автономные республики это были заложенные бомбы замедленного действия, которые при надобности надо было подключить, что после распада Советского Союза и было сделано. Поэтому когда украинцы говорят, что вот была у Путина причина это делать, Путина не вспомнит, а какая была у Путина причина сделать то же самое в Донбассе и Луганске. И кроме всего прочего, уже по прошествию вот нестоких лет Путин сам сказал, что домашние заготовки относительно Схенвали у него были готовы еще в 2006 году. Поэтому это очень хорошо России удается всегда свою вину спихнуть на кого-то другого, но это не так. Корень зла это страна, которая является агрессором и иметь империалистские амбиции. Поэтому я думаю, что тут главное это побороть вот это зло, а остальное все потом уляжется. Мы с тобой являемся участниками форума свободных народов пост России, который во многом организовывал Анна Фатыга и Ника Гварами участвовал тоже в Японии в этом форуме. Скажи, у тебя есть надежда на то, что эта империя зла все-таки прекратит свое существование и перестанет мучить народы? Если мы приложим к этому усилия, то, наверное, ничто не вечно, а тем более зло. Поэтому мы знаем, как все авторитарные режимы кончали, но, к сожалению, вот это пришлось на тот период, когда мы были активными. Я думаю, рано или поздно это закончится, но было бы желательно, что это закончилось как можно быстрее. Потому что вот недаром Советский Союз называли тюрьмой народов, вот эта тюрьма все еще продолжает свое существование. Спасибо огромное, Нино. Я желаю грузинскому народу победы. Хочу привлечь людей из разных стран, не быть равнодушными к этой истории, потому что это все часть вот этой общей картины империи зла, как назвал ее Ника Гварами, последнего изверга на политической карте мира против свободных народов, свободных людей. Нино, спасибо тебе огромное. Спасибо вам большое за ту работу, которую вы проводите. Я знаю, с какими трудностями вы сталкиваетесь, но я думаю, что за счет таких энтузиастов и истинных патриотов мы добьемся успеха. Субтитры сделал DimaTorzok